Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала! Это очередной выпуск, я всем доволен, и в этом выпуске я хочу рассказать вам, какими девайсами я лично пользуюсь. Меня очень часто спрашивают, Давид, какой ты юзаешь телефон сотовый, то есть каким телефоном ты пользуешься? Я оставлю это чуть-чуть на потом, пока расскажу, каким я пользуюсь MP3-плеером. Уже несколько лет, да не несколько, на самом деле где-то года два, я использую Kavon S9, марка такая есть. Это уже, наверное, шестой, пятый, шестой, может быть, даже седьмой девайс за все время. Не то, что я такой прямо слухач или меломан, поближе покажу. Kavon S9. Ну, мне как-то нравится, когда устройство отдельное, нравится, что сумасшедшая автономность, заявлено, если не ошибаюсь, там, 53 часа, по-моему, работы аудио, но заряжаю я его не чаще, чем раз в месяц. То есть, реально можно зарядку потирать, то есть слушаешь, слушаешь, слушаешь музыку или радио, а зарядка, все не падает, не падает и не падает. Наушники используют тоже Kavon, обычно это плохое сочетание, ну, считается так, по крайней мере, раньше считалось, что, ну, типа, лучше взять какие-то другие обычные наушники, название уж я не помню их, но у меня на канале есть на них обзор. Они простые, они без изысков, имею в виду, что не какие-то там, не арматурные, но меня вполне устраивает, самое главное, они давят шум, когда передвигаешься, например, на метро. И самое главное, они дают басы, которые я люблю, то есть, все действительно басит хорошо. Еще у меня есть наушники аудиотехника, затычки, были дорогие, пробовал, Вестон покупал, Шенхайзер покупал, ЦХ-300, кстати, неплохие, ну, эти намного хуже. То есть, ну, вот, меня устраивает абсолютно и настолько довольный. Единственный минус, это свой разъем, то есть, поеду сейчас, например, отдыхать, и мне придется кабель брать специфический, колоновский. Если он сломается, нужно будет потратить время, чтобы где-то найти такой и купить. Планшет, ну, многие знают, я постоянно, периодически рассказываю, это Nexus 7 2013. То есть, я им доволен просто безумно, я его использую каждый день, он меня ни разу не подвел, то есть, зарядку держит неплохо, даже при активном юзании. Ну, что сказать, вещь, я доволен и менять пока, по крайней мере, не планирую. Я использую к нему беспроводную зарядку, такая вот штука. Ну, я недавно обзор делал, на Алиэкспресс купил, и мне нравится, знаете, люди начали писать, я даже удивлен, там, волны какие-то, здоровье. Мы живем, те, кто живет в домах, вокруг нас Wi-Fi, у меня Wi-Fi, у соседа Wi-Fi, того и со всех сторон. Тут столько этих разных энергий, электричества, что мне кажется, такая маленькая вещь, как беспроводная зарядка, вряд ли она что-то портит. Чехол, все это на Алиэкспресс покупал, планшет здесь покупал, а зарядку, чехол, все это на Алиэкспресс, все это там реально дешево стоит. Ну, совсем дешево, там, какие-то, несколько сотен рублей, и то, и другое обошлось. То есть, планшетом, однозначно, если кто-то думает периодически ВКонтакте, в группе Арстайл, кстати, ВКонтакте мы открыли стену, группа Арстайл, заходите, пишите, то есть, полностью открыта стена, раньше была закрыта. Денис говорит, давай откроем, модератор говорит, ну, давай, там, если люди горить не будут, ну, не писать всякую ерунду, вроде никто ничего не пишет. Вот, какие-нибудь телефоны я пользуюсь. Меньше многие удивятся, это Sony Ericsson Kedr G108, то есть, это кнопочная звонилка, которую я купил, то ли в 10-м, то ли в 11-м году, целенаправленно, мне нужна была звонилка, мне не нужен был никакой другой телефон, и, знаете, я до сих пор им пользуюсь, он работает, лежал год где-то. Единственное, что потребовалось, это щеточкой такой тоненькой, динамик прочистить, слышать была плохая. Зарядку держит средненько, то есть, полтора-два дня максимум, обычно кнопочные значительно дольше. Музыку, то есть, в наушниках громко играет, ну, не знаю, мне просто не нужен какой-то более крутой телефон, когда я пользуюсь планшетом. Были мысли, периодически приходят, может купить все-таки себе какой-нибудь смартфон, там, 4,7, 5, скорее всего, не меньше дюймов, на андроиде, разумеется. Windows Phone пользовался достаточно долго, но все-таки андроид как-то ближе, там, ну, удобнее. Иногда хочется какой-нибудь лаунчер поставить, что-то еще. Но это дело вкуса, я считаю. Какие телефоны у меня еще есть для истории? Купил себе Nokia N73 Music Edition, новый, недавно, ну, не недавно, а осенью. Короче, купил просто как для коллекции, пусть будет. N73 у меня была, была, наверное, году, я не помню, в 7, 6, 8, 9, ну, давно, достаточно давно у меня 73 была. Это просто зверский, ребята, аппарат. Nokia это раньше был король, когда, там, в 2000-х годах, не знаю, до 8-го, до 9-го года, до 10-го, может быть, даже, это был единственный лидер. Иногда Sony Ericsson появился, потом Сименсом бодались, с Моторолами немножко. Но Nokia это был, конкурентов не было практически. И что сейчас, то есть, уже компания продала, продали этому Microsoft, ну, все знают. Там, наверное, свои плюсы в этом тоже есть для акционеров. Но это уже другая история. Купил себе телефон, который лично для меня, он знаковый. Это Sony Ericsson Vivas. Такой вот маленький телефон еще на Symbian от Sony Ericsson. И я на него начал снимать свои обзоры. То есть, я брал его вот так вот в руке, держа, и снимал, рассказывал про девайсы. Два года назад, или три года, когда это, в 11, ну, да, три года уже канал, получается, YouTube. И снимал. Я себе купил такой новый, то есть, в Москве купить все это без проблем. Есть даже более старые модели. А если кто-то хочет совсем экзотичные, там, А35, там, Siemens SL40, по-моему, такой был черный, разные старые телефоны, девайсы, то можно купить в Китае, на eBay, например, или AliExpress, или какие-то другие площадки. Просто я эти две знаю, поэтому про них постоянно говорю. Можно купить, даже за небольшие деньги я смотрел Siemens A35. Это просто был мой второй телефон. Первый у меня был телефон Philips Genium с такой красной, с выдвижной антенкой и с выдвижным язычком для разговоров. Черно-белый, с никель-кадмиевой батареей, которую считалось, по-моему, да, что ее заряжать можно только, когда телефон полностью разрядится. Это был мой первый телефон в году так, то ли в 99-м, то ли в 2000-м, то ли даже в 2001-м. Ну, скорее всего, в 2000-м. Я его купил еще тогда в БУ, тогда, не боюсь это признаться, дорого что-то стоил тогда, хотя уже работал, все там, ну, очень было это давно. Так что, вот, в принципе, все, чем я пользуюсь. Наушники еще решил рассказать. Я их очень активно юзаю. Это наушники Nakamichi. Они не то, что какие-то супер выдающиеся по звуку. Обзоры я на них когда-то давно делал. Просто мне нравится, что здесь есть шумоподавление. Такой вот блок. Он, в принципе, не особо тяжелый. В нем одна батарейка, которая какое-то безумное количество времени работает. Чуть ли не полгода не садится. И мне очень нравится то, что они отсекают полностью шум. Включаешь шумоподавление, слушаешь музыку или фильм смотришь. То есть, я оценил. Это мне. И игра это, в принципе, нормально. Опять же, бас, мид-бас, то есть, здесь есть. Они не идеальны, конечно, но вполне нормальные. И менять их ни на что не хочу. Есть у меня еще наушники. Я уже забыл, какие-то у меня достаточно дорогие сдуру купил еще год назад. Не этот, который знаменитый. Но я не стал их приносить. Просто я их практически не использую. Такие синие, крутые. Я их там тысяч за пять или за шесть купил. Но использую их иногда только с компьютером. Как же они называются? Уже совсем из головы вылетел. Да не столь суть важно, в принципе. Это вот все девайсы, которыми я пользуюсь. Не исключено, что все-таки смартфон какой-нибудь я себе возьму. Потому что, например, почту проверять неудобно. Синхронизация есть. Два ящика. Я основной пользуюсь Gmail и Яндекс. Ну, здесь, конечно, все очень медленно. Это Ява телефон. С другой стороны, здесь есть замечательные игры, которые... Ну, там, просто вот кнопками только управлять. Те, кто играл на таких телефонах в игры, на Яве, те меня поймут. Это ностальгия. И на планшете даже близко такого нет. И на Sony PlayStation тоже. Это просто нужно здесь. Там, тот же Doom, например, вот это кнопочное управление. Мобильный Doom, это что-то. Если кто играл, поймет, что это такое. То есть, я сам делаю обзоры, уже больше сотни обзоров на телефоны. Так неожиданно для себя, к удивлению, осознаю, что так много девайсов я... На так много девайсов делаю обзоры. А сам пользуюсь простым и нисколько от этого не парюсь. Абсолютно. Меня устраивает. И покупать, если и буду, то вряд ли я куплю флагман. Мне просто, ну, есть, конечно, отличия, но они вот такие незначительные по сравнению даже с телефоном, там, за 10, за 12 тысяч. Как-то... Даже вот до сих пор, не знаю, я бы, например, мог купить, там, Samsung Galaxy S4 вполне. Мог бы купить Nokia Lumia 920. Потому что то, что выходит сейчас, оно, конечно, более новое, там, более мощные процессоры, камеры иногда улучшаются. Время работы, притом, практически не увеличивается. То есть, инноваций практически нет, как таковых. Ну, вот, если так, глобально. То есть, такого практически нет. Поэтому то, что сделали год или даже два года назад, на мой взгляд, флагманы, они не столь сильно устарели. Не столь сильно. Конечно, увеличилась основная мощь. Вот и все. Если так вот в двух словах сказать. Это мое мнение. Ну, ладно. Выпуск появился. Получился такой, может быть, несколько... Как сказать... Длительный. О телефонах основной. И подписчики, вопросы, ваши вопросы. Я уже, наверное, месяца три или четыре обещаю сделать. Ну, как-нибудь соберусь. Все-таки я отвечу на ваши вопросы, которые вы писали под одним из видео. Ну, ладно. Всем счастливо. Добавлю еще. Мясо я также не ем. Агитировать никого не буду. Но чувствую себя действительно хорошо. Вес уходит постепенно. Одиннадцать килограмм уже сбросил. Чувствую действительно себя значительно лучше. Так что... Очень хочется канал создать, посвященный именно этому. Потому что для меня все это новое. Но новое, кто не знает, я еще и, разумеется, не курю, не пью. Кроме с едой еще отказался полностью от шоколада. Ну, от сладкого практически полностью. Сахар я давно уже, лет 7-8, не употребляю. То есть чувствую себя значительно лучше, чем чувствовал еще недавно. Замечательно чувствую. Ну, ладно. Всем тогда счастливо. Скоро я еду с семьей отдыхать. Совсем скоро на море. Куда пока секрет. Ждите видео. Снимать, правда, на планшет буду. Камеру с собой не возьму. Будет видео. У моря. Теплая страна. Ладно. Счастливо. С уважением ко всем. Давид.